Мама звонила 38 минут назад. Ладно, потом перезвонишь. А, мы уже вышли в эфир с тобой. Мы уже вышли в эфир. Да, всем привет. В общем, я так себе придумала, придумала, да, всё правильно, как можно убить двух зайцев одним выстрелом. В общем, зачем нам снимать отдельное видео для Ютуба, если мы можем, в принципе, вот так вести прямой эфир, да, Соня? А потом скачивать запись и выкладывать в Ютуб. Единственное, конечно, что минус, это то, что потом качество иногда страдает. Если появляются лаги, то вместе с этими лагами и скачивается. Ну ладно. В общем, забрали мы заказ. Сейчас съездили. Ездила я сама. Ну, с Юрой. В общем, потому что понятное дело, что сейчас карантин, вообще на улицу выходить всем нельзя. Вот. Сейчас мы вам покажем первый момент, который я хотела показать. Вот мы заказали. Это антицеллюлитный массажёр. В общем, штучка прикольная. Артикул у него 910.0.11. Вот. И чем он меня покорил, только тоже, вот опять при вас смотрю коробку, ещё не открывала. Покорил он меня тем, в каталоге, что он работает от розетки. То есть, вот это уже здорово, что работает он от розетки. И не нужно покупать никакие батарейки. Длина провода у него 1 метр, 1,3. В общем, роликовая там насадка есть. Сейчас я вам покажу, как всё это выглядит. Вот так это всё. Ой, вот так это всё выглядит. Так. Здесь внутри есть какая-то книжечка. Это инструкция по применению. Вообще, как его собрать, меры предосторожности, как им, соответственно, пользоваться. И меры предосторожности. Сейчас с них начнём. В общем, во время беременности кормления грудью нельзя. Нельзя для детей и животных. Нельзя лицо, гортань и другие чувствительные части тела? В общем, при патологических изменениях, травмах, при опухолях, при кожных заболеваниях или травмах кожи? Не использовать для массажа в области сердца? Кости, суставы, то есть лодыжки, голени, локти нельзя? Нельзя в области пупка? Устройство не является водопроницаемым? В общем, бла-бла-бла. Не вращать массажный ролик вручную после фиксации в корпусе? Ну, вроде всё хорошо, вроде всё поняли. Теперь, сейчас мы попробуем, посмотрим, как это всё будет выглядеть. В общем, основная штучка, она вот такая. Вот она идёт. Открываем. В общем, это корпус самого массажёра. здесь получается включить, выключить и две скорости, низкая, высокая, переключать. Он будет, видимо, одеваться вот так на руку и вот так рукой будем массировать. Вот сама непосредственно поверхность. В общем, подключается она сюда, и тут какая-то защёлка должна быть. А, просто защёлкивается. вот. В общем, это будет выглядеть вот так. Они силиконовые, мягкие, вот такие. Вот, то есть, они двигаются и каждая двигается в своём направлении и, да, вот два колёсика, один можно в одну, другой в другую. То есть, они все подвижные. Интересненько. И к нему идёт вот такая зарядочка. В общем, сейчас попробуем подключить, да, Соня? Да. Посмотрим, что получится. Я не знаю, какая у него сила вибрации. Ну, судя по тому, что это, конечно, не какой-то большой, мощный массажёр, но что-то должен, в общем, что-то, ай-ай-ай, что-то должен он делать. В общем, здесь, давай сюда поставим. В общем, здесь для него вот это вот сюда он подключается просто. Вот эта вот штучка. Здесь мы сейчас его поставим в розетку. Вот наша розетка. Страшно. Так, ну что, сейчас проверим, как он... Вот так, наверное, надо. А. Ну-ка. Ты, ты, ты. Ты, ты, ты. Ну-ка. Секрасно. Секрасно. Ай. Ну, что, что-то намокать. Ну, в принципе-то. Какой он? Не раз. А, это ещё маленькая скорость. А вот так ещё быстрее. Не гадюй, не лед. Ну, так нормально, да. Ну, короче, я довольна. Немножечко шумненький. В общем, и можно, да, спину себе вот здесь массажировать. Хоть и говорят, что написали в области пупка, нельзя, неправда. Делается антицеллюлитный массаж, можно на маленькой скорости, потому что не такой уж он сильно. И есть, как называется, вот эти вот машины, они обычно в тренажёрных залах стоят, и домой их тоже себе покупают. Когда вот эта вот трясучка, такая штука большая, на неё на площадку становишься, и ремень такой, со всякими массажными, массажными поверхностями одеваешь, и он тебя трясёт. Вот он тоже очень хорошо разбивает на животе целлюлит. Ну, вот это что-то похожее, только площадь соприкосновения, естественно, меньше. Поэтому какой-нибудь крем, например, от Фаберлик, да, дренажный крем или антицеллюлитный, и вот это вот удовольствие. Сверху. Ну и классно. В общем, я довольна. Ты довольна? Да. Я довольна. В общем, мы довольны. Будем повезти. Сейчас я вам расскажу, сколько он стоит, да? Наверное, вопрос стал о цене. Цена у него, надо мне вначале найти, вот он мой чек. Это заказ-коробка на 50 баллов, собственно. Меньше заказа я... Чего порвалась? Не делаю, только если до заказа. Антицеллюлитный массажёр. Значит, цена, видимо, каталога 1499. Цена моя со скидкой, да? Верхушка... А, да, сумма со скидкой 1110 рублей. Нормально 1110? Нормально. Дальше. Сейчас я вам ещё что покажу. О чём я ранее говорила. Вот. Вот она, моя мечта. Не знаю, почему головные боли мучают, но я так подозреваю, что это остеохондроз, потому что похоже и на погоду. Вчера погода поменялась холодной на тёплую, и вот с вчерашнего вечера у меня начала болеть голова, и я уже знаю эти боли, что я буду с этой головной болью уходить целый день, пока она начала болеть, потом целую ночь я буду просыпаться, потому что у меня болит голова. утром я проснусь с такой же головной болью, но вчера я спасалась, у меня есть Дэнас Остео, который вот так одевается, такая штука, одевается на шею, и электрический ток тоже снимает спазмы на сосудах, вот, и снимается головная боли. Вот сегодня я с утра несколько раз делала, и уже успела окно помыть, помыть жалюзи все на окне, да? Да. В общем, в комнате, вторую комнату оставили на завтрак. В общем, к чему я это? К тому, что у меня есть вот такой коврик. В прошлом прямом эфире, или позапрошлом, я рассказывала, что в новом каталоге номер 6, который сейчас идет, в нем появилась еще и такая вот подушка, акупунктурная, и я обязательно ее закажу. И я ее заказала, потому что коврик, он просто потрясающий, он реально классный. Он настолько, от него эффект, как после массажа, расслабляет мышцы, приток крови, улучшается тургор кожи, он вообще, ну, честно вот говорю, пробовала, и очень часто им пользуются. А теперь еще эта подушка, потому что коврик, иногда, когда хочется под шею положить, ну, не совсем удобно, и приходится придумывать там какие-то ухищрения, там, подушку под него подмять, еще там что-то. И когда я увидела в каталоге, что появилась уже готовенькая вот такая подушечка, да, простенькие, я сказала, все это мое, я обязательно ее закажу. и мы ее заказали. В общем, подушка сколько стоит, я не помню, что-то, по-моему, около, что-то там, не помню, 500 или 600. Акупунктурный, а, нет, вру, акупунктурный массажный коврик, 1200, 888, он вышел мне с моей скидкой. Ну, не суть, вот, такая, она, внутри видимых, что-то поролон, наверное, такой, достаточно такой жесткий. тут видишь, можно посмотреть. А, можно посмотреть. куда-то смотрю, открывай. Да, внутри поролон. А, вот такой вот белый, плотный поролон внутри, вот такой. В общем, прикольно, прикольная такая вещь. В общем, будем мы лежать еще вот на этой вот подушечке, очень мы довольны, можно будет так ее на, вниз, допустим, положить коврик, а сверху, вот так вот, она под шеей, да, идет. Это можно, кстати, кто много ездит за рулем в машине, или сидит за компьютером, у кого кресло, такая же история, вот так под голову сел, да, едешь. То есть, вот оно тебе, вот этот вот отдел, который постоянно страдает из-за вот этой позы, прогибается, да, вот эта шея вперед прогибается, вот оно будет тоже помогать. А про коврик у мамы есть видео на канале. Да, про коврик еще сидит на канале. Видите, как он помнит, что с тем не видит. Вот, еще теперь у нас здесь что? Еще у нас есть две пары бесплатных штанишек, девчонка моя, по накопительной программе. Сейчас покажу. Но вначале сейчас быстренько пробежимся. Это кто знает, что это? Та-дам! Это, сразу две себе взяла. Это серия Wellness, от компании Faberlic. Это стевия. Стевия, это, в общем-то, такое растение, которое имеет очень сладкий вкус. В общем, из него делают сахарозаменитель. Вот такая вот интересная бутылочка. Вот здесь капельки. Их добавляют, что-то около, я читала, 7, 7, от 7 до 12 капель на 200 миллилитров жидкости. Да? По вкусу, то есть вы себе добавляете. То есть, одна сахар, замените сахаром, что сахар это достаточно вредный продукт. А это углеводов, То есть сахара никакого не имеет. 30 грамм равен, заменяет 1 килограмм стевии. В общем, стевия является натуральным подсластителем, который получают из кустарника, произрастающего в Северной и Южной Америке. В общем, используется в многих напитках для придания им сладкого вкуса. В общем, вот она такая баночка. Это стевия. Вот это 1 килограмм сахара. По-моему, очень даже здорово. Сразу я взяла 2. Не знаю. Вообще, я сладкое, как бы, ни чай с сахаром не пью, ни кофе. Вообще, кофе я вообще не пью, в принципе. Да. Пью только чай. И всегда без сахара. Я туда лучше лимонного сока выпью. Но иногда хочется что-то сладкое. В общем, взяла 2 стевии. А, расскажу артикул. Артикул 136.77. Срок годности 2 года. Судя, да, потому что произведен в 2020 году, а годен до 2022. И сколько стоит? Здесь почему-то чек у меня здесь оторвался. Вот он, и вторая плыль. Так, стоит стевия, стевия. Да, вот на стевии. 300 рублей, насколько я понимаю, да? А, нет, почему? А потому что 2. 221 рубль мне вышло со скидкой уже. Уже со скидкой 221. Без скидки почти 300. 299. В общем, это это про стевию. Дальше я взяла себе вот такую маску, укрепляющую для лица. Мне она нравится, эта серия, поэтому пусть будет. Такую я еще не пробовала, брала. С чем я брала? Цветочек такой был, сиреневый. Сиреневый, да. Это с коллагеном, а, а та с пептидами. Не знаю. Что-то такое. Мы ее не видим. Она в холодильнике. Вот, в холодильнике. В холодильнике, ну ладно. Потом для деток шампунь 2 в 1. Пахнет, кстати, классно, да, сегодня эта серия? А, еще забыла, забыла, не с той стороны начала. Вот то, зачем сейчас все гоняются. Видите, что это? Видно, нет? Это санитайзер. Санитайзер от компании Фаберлик. Его цена 99 рублей в каталоге. То есть, соответственно, со скидкой он еще дешевле. Здесь 50 миллилитров. Состоит он 70-процентный изопропиловый спирт. Обеспечивает чистоту и защиту рук на 99,9%. То есть, по сути, на 100% практически защищает руки. В пункте выдачи он уже был открыт, и я слушала запах. Приятный такой запах, чем-то напоминающий арбуз. Такой, знаете, такой ненавязчивый какой-то. То есть, срок года у него 12 месяцев. После нанесения запаха спирта улетучивается в течение нескольких минут. Подходит для постоянного применения и не требует смывания. То есть, вот это дезинфицирующий гель для рук от компании Фаберлик. Первую партию компания отправила как волонтерскую, то есть, да, волонтерам. Сейчас последующая партия вышла по России, дальше уже, по-моему, по всем остальным странам она пойдет. А я угадала, знаешь, чем пахнет? Чем? Это дыня. Дыня, да, дыня пахнет. Это дыня. Дальше у нас еще вот такой очистящий крем. Сегодня я же говорю, что я в ударе. Я решила просто стереть пыль с жалюзей в комнате у мальчишек. И потом оказалось, что она нифига не стирается. Потом я уже позвала Юрку мы эти жалюзи, после того, как я их губкой все протерла, но не очень хорошо. Мы эти жалюзи открутили, я придумала помыть их в ванной. Мы их помыли душем в ванной. Потом я посмотрела, почему бы уж тогда не помыть окно. Короче, помыли окно с двух сторон, да, полностью все подоконник и вот это вот как-то откосы вот эти все помыли. В общем, я в ударе и это я буду отмывать в ванну. Очень классно. У нас на кухне тоже столешница, вот, ну и все равно туда же попадает чай, там, от еды какие-то, капли и так далее. То есть, ее как хорошо уже даже с порошком не мой, она все равно где-то желтая, где-то какие-то пятнышки на ней есть. А вот этим чистящим кремом, если ее помыть, она прям как новая становится. То есть, вот эта вот штука, она идет такая белая как крем и она имеет такие как мелкие-мелкие как абразивные такие шарики и она не царапает поверхность, имеет приятный аромат лимонный такой и очень хорошо очищает. В общем, что-то среднее между гелем и чистящим средством. В общем, как-то так. Классная штука, еще раз говорю, советую, покупаю, это, наверное, у меня уже третья бутылка уходит. В общем, сейчас у меня руки дойдут, буду в ванной мыть стены им. Иногда, даже когда у меня заканчивается средство для вытья в ванной, им тоже ванну можно мыть, то есть, саму ванну. Потом, еще. Еще я себе взяла вот такой эликсир. это для волос с маслом амлы. Классная тоже штука, без эффекта жирности. Несколько вот буквально, вот видите, какие волосы, длина волос вот такая. То есть, на мои волосы я делаю раз-два, либо раз-два-три надавливания. Вот. И потом на влажный волос, после того, как помыла, на ладошки и вот волосы как вот. И они очень хорошо оживляют волосы. Вот написано, что можно, в общем, нанести на сухие волосы на 10-30 минут перед мытьем в качестве маски, либо уже потом на влажные и не смывать, либо нанести на сухие волосы после уже укладки, для того, чтобы придать шелковистый блеск. Артикул 89-70. Раньше я постоянно его покупала, но где-то последний год уже не пользовалась, потому что у меня уже немножко был другой уход. А сейчас уже под корей я стриглась, мне было не нужно. А сейчас я волосы отращиваю и вот эти концы нужно периодически оживлять. И вот этот вот ежедневный эликсир, да, дейли, ежедневный эликсир, его, он как раз для таких целей прям идеально подходит. Дальше. Ну, зубная паста Total Repair, очень мне тоже нравится. Она восстанавливает структуру эмали зубов. Вот это наша зубная паста. Она идет большая, какая вот, большая, толстенький тюбик, 75 миллилитров в нем. И что мне нравится, каждый раз на это обращаю внимание, потому что в магазинах такого нету, а фаберлик такой есть. Она все запаяна. Видите, туда ни воздух не попадал, никто не открывал, там, не нюхал, там, что-то не пробовал, не ковырял. Мало того, что приходит напрямую от производителя, а значит, стоит дешевле, чем стоило бы в магазине, так еще и все запаяно, все свеженькое, все только-только с конвейера, просто вот идеально. Сейчас даже вот, да, ляпнула, а сейчас скажу. Когда его, дата производства, производства, а, на тубе надо смотреть, 0,2, 20, а сейчас у нас 0,4, 20. Это для тех, кто иногда сомневается в сроках годности. Продукция всегда приходит свежайшая, у фаберлик не бывает такого, что залеживается. Залеживаются товары, пекутся, выгорают на солнце, в неправильных температурных режимах, обветренные, миллион раз открытые, пальцами туда лазили. Это когда вы покупаете товар на рынках или покупаете товар, когда в магазинах, в бутиках. А когда вы берете напрямую у производителя, это свежее, это качественно, никто там ничего не трогал. Ну, короче, вот, объясняйте, так все понятно. Дальше. Дальше, это новинка, аромат мыла, вот такое, с ароматом, с ароматом арвуза и дыни. Я понюхать. И я хочу понюхать. Давайте первая. Ну-ка. Ну что? Вкусно пахнет. Ой, как класс. Класс. Ну, я дыню слышу, я арбуз не слышу. Ты слышишь арбуз? Немного. Да, а я вот прям четко дыню слышу. Ну, в общем, ой, как сразу захотелось дынить. Сразу захотелось дыни. Ладно. В общем, вот такое новое мыло. Не знаю почему, но сейчас почему-то фаберлик не такой большой выбор. В основном, вот эти мылы остались. Мыло, мыло, вот это осталось. Вот. А другого мыла не так много на выбор. Сухого много, жидкого нет. Я так подозреваю, что может быть на перевыпуске. Ну ладно, ждем. Я чаще пользуюсь жидким. Я тоже жидким, но жидким у нас, вот эта вот баночка через неделю, а может быть и дня через пять, дня через пять, его уже не будет у нас. А особенно сейчас, когда вообще повышенная гигиена. Поэтому еще сухое. Вот такое сухое мыло. А с чем у нас? Это у нас идет гуава и личи. Сухое мыло у фаберлик очень долго расходуется. Оно практически не смыливается. У нас в ванной еще... Сейчас это вот это новое, сейчас, которая розовая фиалка. А которые перед этим мы открывали, кусочек сухого мыла. Я его открывала, наверное, ранней осенью. Короче, вот такого кусочка мыла вам хватит надолго-надолго. Не буду называть название компании, но как-то я брала себе тоже, ну, по размеру такое же мыло, ну, в принципе, стандартное идет. Брала мыло у другой компании на букву О. И оно у меня буквально растаивает там чуть ли не за неделю. Все, его не было. То есть, оно у нас прям как синяк, как лед под водой, оно таяло. А вот у компании Фаберлик мыло держится очень долго, сухое. Не раскисает, ничего. Дальше. Дальше я уже рассказывала о том, что поезд стала пользоваться серией новинкой океану от Фаберлик. Да, эта серия еще пока новинка. Она вот только буквально два или это третий каталог, как она вышла. И я взяла себе крем-маску, крем для век, крем для тела, шикарнейший просто крем для тела. И что еще? А, и пробуждающий, дневной, и вот такую сыворотку. То есть, все вот эти продукты, которые я перечислила, пока там других продуктов в этой серии нет. То есть, взяла эти. И вот пробуждающая энергия мирового океана, вот это вот морской эликсир, не сыворотка, это эликсир. Он у меня уже закончился. Так я активно им пользовалась сутром и вечером. Поэтому заказала еще один. А остальные эти продукты у меня еще есть. Дальше. Дальше мы взяли еще ничего особенного, два бальзама для волос. Вот. Еще мы взяли две жители на всякий случай, потому что я боюсь, что ее все с этими вирусами, с карантином, что ее все съедят, потому что она очень хорошо поднимает иммунитет, укрепляет, вернее, не поднимает, а укрепляет иммунитет. И что еще она делает? Она активно борется с этими всеми вот этими вирусами, бактериями, грибами и так далее в нашем организме. Не считая еще профилактики очень многих заболеваний, например, варикозная болезнь вен хорошо, очищает, укрепляет сосуды. Кедровое масло. Вот. И, в общем, дезодорант еще такой я себе взяла. Томочка к нам пришла. Да, Томочка? Да. Так, из товаров это все еще пришел мне каталог. Это каталог номер 7, который начнет действовать с 27 апреля, то есть с конца апреля, с 27 числа. Там еще тоже будет интересная акценовичка, это будет бытовая химия, но здесь, в этом каталоге, как всегда, компания нас радует, как всегда, тоже есть новинки интересные. Ну, это новая серия одежды, как она называется у нас, море стиля, да, в общем, вот она на обложке. Вот этот сарафанчик, вообще шикарный, я уже его смотрела. Так, а теперь я вам покажу, что нам досталось бесплатно. Я выбрала две пары штанишек, хотела бы взять еще, у меня там где-то было 1600 баллов накопилось у меня в личном кабинете. Не надо, Тома, не мешай, пожалуйста, мне в личном кабинете. Вот, я бы хотела их потратить. Вот, я уже в прошлый раз снимала, показывала, мы там по накопительной очень много вещей взяли и свитер, и четыре пары, четыре пары, да, четыре пары обуви, и, в общем, там еще там что-то мы брали. Вот, в этот раз обувь больше, но просто размеров, вы же понимаете, что там размерный ряд, не любой есть, то есть надо выбирать, люди забирать. В общем, взяла 134, я таки очень надеюсь, девчонки, что вам подойдет. В общем, первые, это брюки для девочки, вторые тоже. Первые брюки для девочки, 97% хлопок, рост 134, сливовый цвет. Открываем. Открываем. Хотелось бы джинсы вам там взять для девочек, джинсы, но тоже не было вашего размера. Уже больше для малышей, кто низенького роста, для тех, вот, для тех там большой выбор, вот, от тех, что, а вот то, что вам повыше, только же более ходовые размеры, и все разобрали. Ну, ладно, ничего страшного. В общем, вот такие вот штанишки, вот такие. Ну-ка, дай я тебе приложу. Нормально. Ну, впритык, впритык, ну, как раз сейчас вот побегать в них. Вот, 134, нам бы, конечно, лучше уже побольше, ну, ладно. Вот, у нас к Фаберли, как всегда, со всеми меточками, со всеми вот этими вот штучками, все у нас есть, все аккуратненькое, ничего у нас нигде не висит, никакие не нитки, ничего не сыпется. В общем, вот такие вот штанишки, ну, их, конечно, надо отгладить, типа как, ну, это не джинс, конечно, нет, ну, вот такие, они идут в обтяжечку, материал чуть-чуть тянется, не сильно, но, ну, но и не тугие. Сзади два кармашка, высокая посадка. Пока буду показывать вторые, Сой, примеришь? Покажешь, да, вот там, отойти, там тебя не видно будет в камеру. Мы пока, то, можно снипеть, пожалуйста. Вот, я покажу вам вторые. Вторые, в общем, это брюки для девочки. Я так подозреваю, что это та же самая модель, но только в черном цвете. Да, потому что похоже очень. И состав точно такой же, 97 хлопок, 3 эластан. Ну, пускай, да? Что нам бегать во дворе? Черные. Единственное, что черные, хотелось бы какой-то другой. Ты эти, что не сняла-то нижний? На нижний. Я бы не советовала так одевать. Не так бы смотреть. Ну, в общем, ну ладно. Да, эти точно такие же, но только черненькие. Такие штанишки. Вот они тоже идут. Здесь, здесь сверху резиночка. Они, стоп, они вот, они на резинке сверху. Сзади два кармашка. Ну, типа, как для женщины, такие тоже у нас, типа, как джинсики, под джинсы сделаны. Да не красиво, Соня, ну кто так одевает? Нормально. Нет, ненормально. Не так, Соня. На лосины верхом одевает штаны. На лосины верхом. Там внизу все в сборку пошло. Нормально. Ненормально. давай, вот эти снимай, а эти черненькие одевай. Вот там, только встать, что у тебя было. Я не буду заедать в камеру, а то... Вот. Вот. Сейчас Тома оденет, мы сейчас повернем камеру и всем покажем, как они смотрятся на девчонках. Нормально. Ну, как нормально, у тебя даже мотня, смотри, посередине висит. Я же вижу, что даже тебе самой не удобно. дай надевать? Да, надевай. Да, я начинай. Давай, начинай. Вау, это, конечно, круто очень. В общем, по накопительной программе в Фаберлик можно очень много вещей брать. Там есть и обувь, нижнее белье, одежда, аксессуары, бижутерия, косметика, бытовая химия. В общем, все товары, которые есть у нас в продаже, они все есть в программе Фаберлик Клуб. Иди сюда, вот так тебя не видно, дай тебе подтяну. А тебе вот эти маловаты. Да, Тома? Маловаты, маленькие они тебе, снимай. Годима, что есть? А что ты с ним что-нибудь не тянешь? Сонечка, все? Сейчас. Сейчас покажем. А почему у вас нету? У вас нет одежды в ассортименте именно? А что же у вас там есть? Косметика только по Фаберлик Клуб. Это с Кыргызстана пишут. Вот он у нас, и попа кругленькая, пухленькая, и ты тоже придешь. Ну да, маловато они тебе, в общем, это будет все для Сонечки. Сейчас вот так я поверну. Как я только не знаю, так повернуть. А я уже... А я все. Вот так. А у меня сиреневая. Не знаю, видно, нет? Вот у Сони. Сиреневая. Первая. Ну, иди сюда. Нормально тебе? Ну-ка, подними майку. Вот здесь. Вот это у нас худенькая тебе, Но все равно они коротенькие. Ну-ка, попой повернись. Вот так. Не знаю, видно, нет? Ну, знаете, бесплатно, да, просто размер не твой. Был бы, если бы размер на один больше, то было бы хорошо. А Тамаре, а Томочка, ну-ка, встань. Томочка. Ну-ка, повернись задом, попой повернись. Томочки маленькие. Ну, это, в общем, Соня будет носить. Ладно, снимай. Вот такая вот у нас сегодня получился такой прямой эфир. Наверное, все я рассказала и показала. Блин, съехала у меня эта штука-держалка сейчас. Чего? Куда ты? Сиди. В общем, вроде бы все показала. Ну, ничего, да, если там где-то у кого-то одежды в ассортименте и нет, но все равно есть другая бытовая химия у вас должна быть в ассортименте. Те же уходовые средства. Кстати, для тех, кто занимается распространением, продает по каталогу, тоже отличный вариант. Отличный вариант, когда вы нарабатываете клиентскую базу, люди у вас заказывают какие-то товары, вы хотите подзаработать, вы можете заказать ту же самую бытовую химию или что-то, что они у вас заказывают, заказать за баллы. Т.е. люди с вами расплатятся по полной цене, а вы, соответственно, за это деньгами не платите, платите только баллами. Т.е. как вот такой вариант для тех, кто хорошо умеет собирать заказы, это тоже очень хорошо. Вот. Все вроде, да? И черные. Черные? Ну, они такие же, только черного цвета. Все, я с вами, девчонки, со всеми прощаюсь. На сегодня вроде все. Вот. Если какие-то вопросы будут, пишите в директ. Все, всем пока. Всем пока.